Всем привет, ребят, с вами Лего. Ну что, а сегодня у нас очень интересная рубрика «Задай вопрос разработчику». Итак, поехали. Первый вопрос. Будет ли в игре древо навыков? Вопрос именно древа пока не на обсуждении, но многие из нас хотят, чтобы было. Древо навыков на самом деле прикольно, но как вы видите, это уже пойдет в сторону РПГшки, как я думаю. Поэтому, мне кажется, в этой игре это будет сделать очень тяжело. Но нужно очень много разветвлений в плане монстров, в плане боевки и так далее. А тут, мне кажется, всего лишь как бы раскидали урон ближним оружием и раскидали урон дальним оружием. Причем дальнее оружие вы находите намного реже, чем ближнее оружие. Поэтому смысл еще делать какой-то, ну, как и какой-то древо навыков. Мне кажется, если вы сделаете древо навыков, по-любому вы все будете качаться в рукопашный бой или в какие-нибудь ближнее оружие. А оружие, допустим, огнестрелы вы будете оставлять уже на потом. Ну, не знаю, как они хотят, как они вообще думают, можно ли это сделать. Поэтому переходим к следующему вопросу. Можно ли будет обмазываться внутренностями убитых зомби, чтобы маскироваться, как это было показано в сериале «Ходячие мертвецы». Только хотел сказать про эту тему, потому что я сам любитель и поклонник этого сериала. Это один из моих самых любимых сериалов «Ходячие мертвецы», особенно первые сезоны. Это что-то с чем-то, это реально хорошая тема. Ну, как они там обмазывались и проходили город, когда еще в танке сидели и отбивались от орд просто зомби. Это просто классная вообще сцена была. Изначально мы хотели сделать именно так. Собственно, от этой идеи пошла фишка с запахом. Однако в результате решили сделать наоборот. Не маскироваться воняя, а привлекать внимание. Ведь в игре есть не только мертвецы. Да, есть громила, которые приходят. Потом приходят зомби, как кислотники, и еще и прибегают боты, которые хотят тебя убить. Почему зомби не атакуют ботов-выживших? Потому что у ботов нет души и мозгов. Ну, это, понятное дело, еще не доработка. Пока сделано все, по идее, в этом мире против вас, чтобы как бы любая моделька, она пыталась атаковать именно вашу модельку, а не между собой. Это же алгоритмы нужно придумывать. Будет ли в игре разделение вещей, например, обычной, редкой, легендарной или что-то наподобие того? Вот это круто. Если это, конечно, будет. Когда в игре будет больше предметов, вот о чем я и говорил, предметов пока мало. Когда в игре будет больше предметов, возможно. Но сейчас все и так примерно знает, сколько чего и где падает. Вот, да. Если это раскидают на легендарки, там еще что-то, это очень, мне кажется, будет увлекательно в плане фарма. Гринда, ты будешь гриндить как сумасшедший, чтобы выбить какую-то легендарку. Он говорит, смотрите, у меня выпала легендарка. Если в Диабло, там, я не знаю, там очень много, не знаю даже, сколько насчитывается вещей. И они постоянно падают разные, разные, разные. И легендарки можно было потом продавать на аукционы, покупать их и даже продавать за реальные деньги. Ну, до такого масштабного уровня это, конечно, далеко. А потом этот, кстати, аукцион с Диабло выпилили, потому что ставили ботов и зарабатывали на этой теме. На валюте, на монетках. Когда будет, так, будет ли зона отчуждения? Если да, то будет ли в ней действовать радиация? А как же? Вот это классно, конечно. Получается, типа, что-то ушел в какую-нибудь Припять, да, там такое колесо обозрения. Урал, там стоит УАЗик и завод. И там ходят какие-нибудь эти, как их там называются, маленькие такие лилипуты, которые телепортируются. Я забыл, в Сталкере напишите, ребят, в комментарии. Вот сейчас прямо нажмите на паузу этого ролика и реально напишите в комментарии, как они, не генералы, а как-то прикольное, очень прикольное у них название, которые маленькие такие, маленькие гремлины. Они еще телепортируются и тут стоим, там, короче, с тобой что-то делают. Планируете ли вы внести в игру бонус за ежедневный вход? Планируем. Как именно, сказать не можем, но вам понравится. А вообще, вода и бобы тоже считаются ежедневным бонусом. Кстати, да, и очень, на самом деле, помогает в день. То есть, ты пошел куда-то, что-то подзабыл, голод у тебя и жажда появляется, ты, хоп, попил прямо в магазине забесплатно и все. Вездеход очень сложно собрать, а вертолет будет еще сложнее. Возможно, что их будет собирать всем кланом. Да, действительно, вертолет будет не для личного пользования, ну или не только для личного. Ого-го. Ну, до этого геймплея очень-очень еще далеко. Я даже не знаю, как бы реально это будет выглядеть. Прикиньте, у вас будет вертолет. И вы можете туда закидывать кучу людей свою из клана, допустим. Ну, как кучу? Не кучу, конечно, 5-10, допустим. И они должны подтверждать, как в доте. Типа, подтвердили такой зеленый-зеленый-зеленый-зеленый огонек. Кто согласен с тобой лететь из тулбара клана? И они с тобой полетели, и ты куда-то ездишь на вылазку. Это было бы вообще круто. Можно ли будет перевращать одежду обратно в ткань? Да, можно будет. Вот это тоже прикольно. У меня куча, допустим, одежды бывает. А хотя, в принципе, зачем? Ну, типа, постоянно идти в фулгрейд броню. Уважаемые разработчики, скажите, пожалуйста, так ли это тяжело обновить базы соседей? А при чем здесь тяжести обновли? У них просто, у них просто стоят, как бы, они просто с прошлой игры обновляют базу вражескую. Туда что-то дополняют. Да и все, суть не в сложности их обновления. Перед теми, кто занимается базами, не только базами, но и ими, сейчас стоят другие задачи. Грубо говоря, базы нужно переделать. Не ящики переставить, а переписать полностью, чтобы они могли подстроиться под мультиплеер в будущем. То есть вы, прикиньте, выходите, зашли, допустим, в какую-то деревню, да? А она уже облутана. Зашли в эту деревню. Она еще не облутана. И туда тоже может прийти какая-то банда там, мародеров и еще что-то. Как-то в этом, наверное, направлении хотят думать. Можно ли будет находить модификации для оружия и улучшать его? Можно будет. И это произойдет быстрее, чем вы думаете. В скором времени мы увидим модификации для оружия, которые мы можем улучшать. То есть модификацию нашли, и оружие у нас есть, мы поставили эту модификацию. Прикольно, на самом деле. Давайте теперь перейдем к вопросам Фейсбука. Итак, первый вопрос. Почему зомби не нападают на игроков АИ? Поскольку у игроков АИ нет души и мозгов. Отвечали, уже знаем. Второе. Действительно ли настолько трудно перезагрузить базы соседей? Отвечали на этот вопрос. Третий. Мы будем в состоянии найти модификацию оружия и модернизировать ее? Да, вы будете. Отвечали. Четвертый вопрос. У нас может быть бункер как основной дом, как бункер Браво. О, вот это круто. У нас может быть бункер как основным домом, как, например, бункер Браво. Нам может понравиться восстанавливать лифт с его необходимыми частями и иметь свой собственный бункер. Что вы думаете насчет этого? Снова мы думали о такой особенности, но прямо сейчас у нас может только быть одна основа. Блин. Но это вообще, вот этот вопрос, мне кажется, один из самых лучших этих всех вопросов. Прикиньте, вы находите свой бункер там, Z какой-то, да? Ищите, вместе фармите, находите, выбиваете карточку из громилы. И, то есть, допустим, этот самый будет уникальный бункер, туда будет очень тяжело попасть другим врагам. Потому что она, допустим, работает только при помощи карточки Z или пароля, еще как-то. И вы вместе реально ремонтируете лифт, все ремонтируете и обустраиваете. И у вас там в бункере, допустим, 20 человек живет. Ну, конечно, потом там крыс появится много и все там. У вас лутом заберут. Но эта задумка, это вообще революционная, я бы сказал, задумка. Пятый вопрос. Мы будем... Чё, 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 чё тут? Пятый вопрос. Мы будем когда-либо видеть холодное оружие, которое вы можете бросить, а оно все еще наносит X3 ущерб, если оно достигает намеченной цели сзади. А, типа... Это как это? Я что-то не понял. Will be ever see me the weapon can you throw? Типа, если мы выкнули предмет... Типа мы... А, типа мы можем по спине как-то кинуть предмет какого-то модельки, и он, типа, нанесет X3 урон, что ли? Это как-то потрясающая идея, действительно. Лол. Типа какие-нибудь метательные ножи, и он нанес X3, и в нем, типа, торчит, ты берешь дубину, убиваешь и потом забираешь? Я не знаю, не очень понял этот вопрос. Так, чё у нас дальше-то идет? Чё у нас? Шестой вопрос. Шестой вопрос. Поехали. Кефир, пожалуйста, обратитесь к особенности по поводу персонажей женского пола. Много вашей базы игроков в женщины, и нужно отметить, что они хотели бы возможность играть как персонаж женского пола. Кефир, может обратиться как высокоприоритетного персонажа женского пола внедрения в данный момент? А, я понял. То есть уже очень многим людям не терпится внедрения в игру уже женского персонажа. То есть в обнове уже сразу должен быть выбор на персонажа, и, понятное дело, те, кто уже играет, с возможностью выбора тоже на женского... Ну, с возможностью выбора женского персонажа, чтобы в игре, вот, кто сейчас играет, девчонки, да, они могли себе выбрать пол. То есть они вот заходят, допустим, в игру, и они уже там 99-го левела, им же не создавать нового персонажа из-за новой модельки. Они могли, у них чтобы была возможность выбрать. Хороший вопрос и ответ. Нет, действительно команда разработчиков готова выполнять обновки, ну, обновки, там, стримы один раз в неделю. Ну, или просто делать какие-то стримы раз в неделю. Вы пропускаете потоки из офиса один раз в неделю слишком часто, по моему мнению. И не хотим отвлекать команду каждую неделю. Нет, то есть каждую неделю стримов из офиса не будет. Я вообще не помню, когда последний раз был стрим из офиса. Восьмой вопрос. Мы будем в состоянии иметь больше знаков или поисков, которые мы могли бы сделать в игре? Не понял. А, мы могли бы в игре видеть больше персонажей, он имеет в виду, и квестов в этой игре? Определенно да. Девятый вопрос. Как только вы захватываете игрока, я смогу его, допустим, казнить на электрическом стуле? Или пытать его, ну, у него какую-то информацию знать? Ну, то есть много ли будут различных методов вот этим всем делом? То есть мы можем удалить части тела от игроков, захваты, чтобы держать как трофеи. То есть ухо, палец, палец, ноги и так далее. Нихера они больной, вопрос задали. То есть, представьте, вы поймали Легу Плей, да, и хотите у него оставить там, допустим, какую-то часть тела и повесить его на стену. И вот что они отвечают. Вы хотите, вы хотите, чтобы хранить таких трофеев? Чё, чё, чё? Так. А, как только вы захватываете игрока, вы будете, ну, иметь такое состояние делать с ним всё, что угодно. И поэтому, типа, ну, и хранение вот этих вот трофеев, это будет очень хардкорно, но, типа, прикольно. Я, на самом деле, не очень понял ответ этот. То есть, когда вы можете, Capture Player, когда вы можете захватить игрока, вы можете делать с ним whatever you want. То есть, всё, что угодно. И, конечно же, типа, хранить трофеи, это будет слишком хардкорно, но прикольно. Вот как-то так. Так, когда-либо будет профессиональное древо? Ну, вот, скилл 3, я думаю, что про скилл 3 вы тоже уже всё слышали и всё знаете. Ну, что, в общем-то, вот такие вот у нас были ответы на вопросы. С вами был Лего. Как вы думаете, что нужно быстрее добавить в игру? Потому что мы уже все очень сильно заждались. Мы хотим увидеть обнову в игре ЛСД Норс Турвайвл. Поэтому пишите в комментарии, что бы вы хотели видеть. А с вас лайк, и я погнал записывать дальше. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok